Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня мы заглянем в ту часть интернета, которой в вечерних новостях не очень образованные журналисты пугают, возможно, даже менее образованных телезрителей. Хотя иногда мне кажется, что менее образованными быть просто невозможно. Собственно, проникновение в Даркнет начинает не с ритуального жертвоприношения крысы и подписи крови под документом о неразглашении, а с установки I2P. Кстати, I2P — это не игра на цифре 2, а предлоги to в направлении, ну как P2P, то есть peer-to-peer. I2 — это значит i в квадрате, то есть 2i — invisible Internet, а IP — это Project, то есть это проект невидимого интернета. А смысл I2P заключается в том, что в ней просто невозможно, ну или очень сложно определить IP-адреса, ну или то, что их заменяет и как следствие отследить пользователя. Весь трафик шифрованный, алгоритмы сложные. Сеть строится на том, что любой узел потенциально является злонамеренным и желающим вас разоблачить и предать справедливому суду, даже если вы ничего не делали. А значит, алгоритмы простроены так, чтобы любому узлу сделать это было невозможно. К сожалению, здесь есть оговорки, но в рамках скидки на чудо. При этом сама сеть физически не отделена от интернет, она использует кабели, компьютеры и сетевые карты, которые использует 3W. Но на программном уровне выводит это из зоны интернет. I2P — оверлейная сеть. Подобно тому, как колбаса ложится на хлеб, так и I2P ложится на интернет. Теперь вы можете использовать все вместе. И все вместе стало гораздо вкуснее. Ну и бутерброд — это новая сущность. Это не хлеб и не колбаса, и даже не хлеб с колбасой. Это именно бутерброд. Ну, отвлечемся от гастрономических изысков. Итак, мне удается найти JavaWa. Тут я немного подвис, начал искать решение проблем и прямо совсем закопался. А сейчас не понимаю, почему. Тут же даже написано, что что-то про Java. Перед установкой I2P нужно установить, ну или переустановить, как в моем случае, Java. Зашли, скачали. Если есть предыдущая версия, удалить ее надо полностью, вплоть до реестра. И после установки Java вы спокойно устанавливаете I2P. С установкой тут все просто. Ставьте все по умолчанию. Вот такой слоник. И вот такие иконки. Вообще, это, наверное, какая-то философия программистская, что все должно быть непонятно. Почему три иконки? Что они делают? Тут уже, кстати, что-то есть от тайных ритуалов масонских. Типа, ты знающий — профан не разберется. Типа, вот сюда надо нажать — запустить маршрутизатор. Вот сюда надо нажать — запустить консоль. Вот сюда надо нажать и выбрать язык, но он просто так не выберется, потому что надо нажать вот на эту незаметную кнопку «Далее». Тут у нас первичной установкой настройки. В принципе, все можно устанавливать пока по дефолту, в крайнем случае потом переустановить, если вы не профан. Я, кстати, лишь частично шучу про масонские ритуалы. Сейчас вы видите, что выглядит тут все максимально недружелюбно. И при первом взгляде хочется все сразу закрыть и никогда больше не открывать, потому что разобраться в этом невозможно. Но, наверное, в этом есть что-то от приобщения к тайне. Я все это прошел, я избранный. Геральт из Реви, 38 уровень. Он предлагает установить Firefox и обновления для работы с I2P к нему. В принципе, действительно лучше установить по I2P отдельный браузер, которым вы не пользуетесь. Я как раз Firefox не пользуюсь. Вы, если пользуетесь, можете установить, например, Google в качестве такового. Но отдельно профиль вы уже в него установить не сможете. Профиль есть только для Firefox. Хотя он ничего сверхъестественно не дает. I2P работает из-под любого браузера, нужно только настроить прокси. Инструкция по настройке есть на странице I2P. Итак, вот мы все установили. Давайте пройдем процедуру от начала и до конца, тем более, что тут появилось еще больше иконок. Геральт из Реви, 40 уровень. Запустили I2P. Запустили браузер. Ждем, когда он проверит сеть. У меня он пишет, что сеть заблокирована Брандмауэром. Но это скорее не на моем компе, а раньше. У меня тут сложная сетка лежит, не как у людей. Я в качестве эксперимента полностью отключил у себя Брандмауэр и ничего не изменилось. Вот, кстати, о чем я говорил, когда говорил о сложности. Вот просто хочется закрыть и никогда сюда не заглядывать больше. Но в принципе сейчас уже все работает. Даже при том, что что-то чем-то заблокировано. Собственно дверь я вам показал, вы уже в невидимом интернете. Вот сайты, которые рекомендуют на первой странице. Они имеют такие псевдодоменные имена в псевдодоменной зоне I2P. И то, что вы сейчас на них, и то, что они сейчас здесь, никто никогда не узнает. И где это здесь, и есть ли оно, и что представляет из себя реальный мир, так же. Не знаю, насколько это можно считать борьбой с системой. Идеологи сети и Барлоу и, собственно, сам создатель 3W, сэр Тимати, явно не ожидали ни появления китайского фаервола, ни российского Роскомнадзора, ни тотальной слежки в сети от ведущих мировых держав. Так что, может быть это восстановление интернета в его изначальном качестве. Все, любите друг друга, как пелось в одной песне, не будет он напрасным, наш подвиг благородный. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!